Я хочу сказать, что мне очень неприятно, что ваши журналисты неэтично, нагло используют клевету и ложь в своей деятельности. Продолжение следует... Правильно говорят, бородки или бородки? Бородки. Бородки. Вам что-нибудь известно об этом центре? Совершенно ничего. То есть это... Как вам объяснить? Это земля... Земля... Это схема вывода земли под этот центр, так скажем. Ну вот смотрите, значит, общая площадь земли, да? Да, да. Вот было, значит, 15 338 квадратных метров. Потом все это поделили на участки. Да, 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 да. Это схема была, так скажем, вывода земли. Ну а вы вообще знакомы вот именно с этой землей, да? Вот с историей? Ну, это наша земля институтская была, потом она потихонечку уходила, уходила, уходила через каждые там социальные защиты, космонавтов, там еще куча всяких организаций образовывались. А потом просто продавалось все. Вот так вот примерно. Алло, Михаил Евгеньевич? Да, 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 добрый день. Все, добрый день. Это вот Сергей беспокоит вас, который журналист вот пишет. Я вот чего хотел вас спросить. А вот там Лебединое озеро, да, там с одной стороны, я так понимаю, это русло и речки Никола. Никола. Никола, да, Никола. Да, вот этот участок, когда там дамы запрудили, по-моему, да, я так понимаю. Да, да, это давно было, да. Вот, вот этот участок, где образовался, ну так скажем, пруд, да, он теперь собственностью у госпожи Дубовицкой. У Дубовицкой. Ага. Вот, ну конечно, они его, хотя это частная собственность, они его не перекрыли, да, то есть есть свободный доступ к нему. Ну, как со стороны Грибова, там я... Ну да, да, да. Вот, так что, а вы говорите, когда все... вот, а первоначально хозяйка была госпожа Рапапорт. Ну они там перепродавали, покупали одни, вернее оформляли на одних, потом следом шла перепродажа, там по нескому перепродажу прошло уже. Ну да, но вот в конце концов у нас... а скажите, а это законно вот выкупить этот участок весь? Ну я поясню, в принципе, в принципе, конечно, незаконно, вот, ну как-то кто-то с кем-то решил, там в целом заседании правительства было, то есть еще при Громове, вот, и Шурков был там, я был там на этом заседании, вот, все эти вопросы решали. Ага, а когда, говорите, это было примерно-то? Ой, не помню, давно, еще при Громове. Ага, ну то есть какое-то было постановление, чтобы они могли выкупить? Ну там Шурков обратился, Кучерен обратился, то есть в правительство, то есть помочь ему там, ну вот эти вопросы порешать. Там было, ну было много обсуждений, там подключены были практически все областное правительство было подключено к этому делу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну это снова я, Михаил Георгиевич, ну в последний раз вам звоню, уточняю и все, больше не буду вас беспокоить. Ага. Ну я по поводу господина вот академика, академика, как он? Угу, Пьяваров. Да. Угу. Как он так получилось, что он там напортачил? Там, когда, еще в 90-х годах, планировалась стройка, 7 гектаров, телепозастройка, малоэтажная стройка, ну не малоэтажная, а там трехэтажных домов. Угу. Вот. Ну я не там команда, то есть там его друг академик, ой, друг академика, не друг, а архитектор, Минкин, такая фамилия была, Минкин, вот зам по строительству, и начали строить. Ну там откуда, я подробностей не знаю, то есть откуда подписался договор, то есть взяли там деньги с трех банков, вот, и начали строить. Ну строить стали не оляписто, то есть у Минкина там где-то в Пензе свой завод был по выпуску там этих, как полуфабрикатов домов, в квадрате, вот, начали строить. А что там утром стройка открывается, к обеду уже все рабочие, кто с цементом, кто с рубероидом, на дорогу продавать. И они как-то быстро разорились, вот. Ну и эти банки приехали сюда, в институт, вроде как разбираться, вот. А у Минкина, у Минкина были какие-то связи в КГБ. Угу. Ну типа давай давай, сейчас мы их угонем, то есть как бы, и после они нафиг, вот. Ну и в институт, прихожу в институт, а там с автоматами, то есть ну вот комитетчики приехали, всех поставили. Вот эти ребята приехали, они их арестовали, вот. А сейчас и так, и на ночь они их отпустили, потому что у людей все документы, ну, они не как бандиты приехали, а приехали, как, как распоряжаются их деньгами. Ну естественно, то есть как бы, Кироваров тут попал, то есть на него как бы наехали, так скажем. Ну, Тимур Тебяфеевич ему помог, как-то откупился. То есть он деньги что-то дал ему, чтобы он... Ну, поплатил он для него, да, да, я так понимаю. Потом он сказал, да, давай-ка. Вот, а потом, а потом конечку и пошла земля уходить. Ну, там 242 гектара что ли ушло? Нет, там уже ушло 400 гектар, наверное. 400? Да. То есть если бы, то есть если бы не накосячил бы господин Пивоваров, да, не было бы Лебединого озера и так далее? Да, 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 да. Я там тоже на Грибове жил, там же на 20 человек жил от института. Там же был небольшой почелок, вот. Там было четыре таких коттеджа, два кирпичных дома и один такой барский, еще дореволюционный дом был, жили там, вот. Я последний оттуда съехал-то, когда уже все позастроили, позаняли, ну и как бы мой дом продали, так скажем, вместе со мной, вот. Ну да. Вот, не, ну я не обижаюсь, потому что как бы я свое взял за это. Угу. Вот, то есть мне компенсировали, так скажем, этот переезд патентов. Ага, я хотел вот уточнить еще. А вот, то есть Сурков ездил к Громову и решал вопросы, да, чтобы вот этот... Да, да, по пруду... Значит, по-моему, нарушение же Водного кодекса, да, по-моему? Да, 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 по пруду, там же были государственные деньги потрачены на чистные для этого пруда, чтобы чистить. Ну вот, там 50 миллионов, по-моему, было потрачено бюджетных денег. Один сло провело работы. Угу. Поставили вот эту за пруду, потом... Не за пруду, а чистные поставили. Ну, я поясню, вот эта вот плотина, плотина, это была чистка как бы использована для полива, грубо говоря. Вот, пруд. А на самом деле, то есть проблема в том, что вот этот ручей, ручей, который он идет, там же сливались... Наша канализация уходила туда, в этот пруд, с Дома отдыха озер уходила канализация в этот пруд, и плюс еще с Одинцова уходила канализация в этот пруд. Угу. Ну, понимаете, то есть это не... Тут как-то еще русская Наталья... Какой? Нелли. Нелли, Нелли, да. Нелли, да. Вот. Ну, вот вы там лебедевозер назвали, там рыбу ловите. Какую рыбу? Там всю жизнь канализацию сливали. Ну вот. Я же сколько раз поднимал вопрос, и на Угромовым поднимали вопрос. Там единственный выход сделать там как-то купально этот пруд. Это надо было провести под прудом, то есть дренаж, чтобы все эти вот отчеты уходили помимо. Вот. А потом Сурков как бы этот прудик как-то его под себя подлепил, вот, и обделал там... Я не видел там, как обделал. Там веранды, свет, вот такие... Да, 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 там чуть-чуть дубовые там эти все эти... Дереганные конструкции, вот. И поднимал он с Кочереной, с Кочереной, по-моему, он поднимал вопрос на правительстве, вот. Ну и там правительство озадачилось, помогло, пошло навстречу, грубо говоря. Ну вот. Ну понятно. Ну, огородить-то он, конечно, не смог, потому что там бы возмутились, поэтому просто он как бы числится, да, на жене Сурковой. Ну да, да, да. Он там для реакориционных целей. Да, 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 да. Ну ладно, хорошо, спасибо вам большое, я просто вот эти вещи уточняю, вот, и спасибо вам. Ну вот, вот так вот оно получилось, то есть так вот... А вы тоже там рядом живете, да? Нет, я не живу рядом, я просто, мы... Я пишу материал про... Там же девичники проходят, я за это описываю эти девичники, и где они гуляют, там, где на каретах ездят, там, все. Там у них, получается, вот эта земля, которая под инвалидный центр там была, вот частный пруд, я все просто это описываю, да, как... Надо же рассказать, как пруд оказался в собственности, да? Ну да. Да, либо как та земля, вот, под центр инвалидов. Там-то вообще, когда началось, там же вообще у нас планировалось, как дома отдыха должен быть, мы там отдыхать как-нибудь, так как мы были. А в итоге все ушло, ушло, вот, гектар за гектаром. Ну, накосячил, товарищ Пивовар. Да. Ну, в принципе, тогда эпоха была такая, что... Нет, он попал со стройкой, конечно, случайно попал, он не хотел с жульничать, там, чего-то. Начиналось все обыденно, то есть в тот момент не знали, как работать, как деньги зарабатывать, то есть как бы было желание построить жилье рабочим. А попали многие, сейчас, к сожалению, то есть нет ни одного института, который не крышует бандиты, то есть в том числе и нас, вот. К сожалению, это все, вот сейчас мы объединяемся с Нелохом, то есть у нас одни крыши, там, Ливерецкие, то есть как бы... А у вас кто это выходит, Солнцевский? Нет, у нас Тимур Тимофеевич, Клиновский. Угу. Осмотрящий Кодрив Александр Сергеевич. Ну, ясно. Вот, а сейчас не ОМ присоединяюсь, там Ливерецкие, вот, там фирма Поев, то есть там за ними Ливерецкие стоят. Сейчас вот будут объединения, как будем сейчас расходиться, непонятно, то есть как бы... Или объединяться они будут в одну, теперь будут две группировки доскурировать, или как, непонятно. Ну, это, к сожалению, сейчас страна так, к сожалению. Что вы говорите, вы объединены с каким-то институтом, или что? Ну, да, да, да. Мы сейчас сразу перегруппировываемся в научный центр, то есть как бы этот наш институт, и плюс еще него, вот, Ливерецкие. Вот. Ну, и район, сами знаете, район такая же ситуация с Ивановым, с Воробьевым, за этим тоже стоят, не просто так. Ну, да, это я знаю. Ну, да, я говорю, вот, то есть... К сожалению, сейчас страна так вот, она как бы подпала. А говорят, Россия стала скалейна, вообще-то, я вот по телевизору. Вот, поэтому я вот как бы... Пока перспективы не вижу для страны, то есть идет обман, идет вот... Страна превратилась в большую секту, просто большая секта. Пойдем в дифирамбы, сельского хозяйства нету, производства в стране нету, вот, никаких продуктов, то есть нету. Сейчас вот как только нас обрубят границы, то есть и в течение месяца голод будет в стране просто-напросто, и все. Даже на Северном Кавказе, там, где должны быть наши клубника-помидоры, где два урожая убирают, то есть вся клубника, все помидоры, то есть турецкие, вот, своего ничего нету. Все фермерство, все сельскохозяйство, все производство нам задавлено. Идем, мы вот как бы сами себя обманываем, то есть, ну, когда-то конец этого обмана уж придет. Продолжение следует...